Добрый день, Цаураем Тувим. Сегодня 26 августа 2020 года. Вы послушаете небольшой выпуск новостей на иврите. Это будет иврит 7 уровня сложности. На нашем канале предусмотрены новости 10 уровней сложности в плане иврита. 10 уровень самый сложный. Я сначала прочитаю текст, а потом мы его разберем. «Шелом, אתם מאזינים לחדשות. הנה החדשות מהעולם. «Оוקראינה. 116 אזרחי ישראל הוקבו לשעות לצורך תישול, וזאת לאחר נחיתתם בנמל התעופה בוריספול. 12 מהם סורבו להיכנס למדינה, מפני שמטרת הגעתם נגבעה כלא ברורה». «Вהנה החדשות מישראל. יוונה. קד עתיק, ובו יותר מ-400 מטבעות זהב, נחשף בחפירות סמוך לעיר». «Телем. סקית Бамба נמצאה ברחוב על ידי מיני ונאיחלה על ידיה. מיני игדירה את מציעתה כמטמון загав. זה סוף החדשות להישתמה». «Разберем». «Шалом атем мази ним лахадашות». «Здравствуйте, вы слушаете новости». «Ине ахадашות מיעולם». «Вот новости из мира, по смыслу, со всего мира». «Украина». «Меа вишишаасар эзрахей Исраэль. 116 граждан Израиля». «Укву». И здесь мы чувствуем тот же корень, что в глаголе «меакев». «Меакев задерживает». «Митакев задерживается». «Укав» – это пассивная форма. «Был задержан». Глагол «пуаль». Если вам непонятно, о чем я сейчас говорю, я рекомендую перейти по ссылке подсказки, подслушать материал, где я об этом рассказываю. «Были задержаны». «Лешаут» – на часы. А по смыслу мы переведем как «на несколько часов», на количество часов. «Лецорых тишуль». «Для». «Лецорых» – это то же самое, что «для». «По необходимости» тоже можно перевести. «И тишуль» – это слово, которое появилось в современном иврите. Современное слово. Мы чувствуем, что здесь четыре буквы в корне, но корень в основе содержит те же буквы, что в слове «шуэль». «Шуэль спрашивает». «Шейла вопрос». «Тишуль» – это что-то напоминающее допрос, но допрос неформальный, когда представитель государства или представитель какой-то силовой структуры, он беседует с гражданином, или в данном случае с туристом, с гражданином другой страны, для того, чтобы получить какую-то информацию. Цель приезда – что ты здесь ищешь, зачем тебе это надо. И это называется «тишуль» – как бы беседа с целью получения какой-то информации. «Везот ляхар нехитатам» – и это после их приземления. Слово «нехита» – это приземление, посадка. А «нехита шелагем» – или одним словом «нехитатам» – и это после их приземления. «Бенамаля тюфа Борисполь» – в аэропорту Борисполь. «Шнеймасар Мехем» – 12 из них. «Сурву» – и мы чувствуем, что здесь опять пассивная форма глагола, глагол «пуаль», и тот же корень, что в глаголе «месарев». «Месарев» – отказывает, не соглашается. «Сурав» – это ему было отказано. «Сурву» – им было отказано. Получилось у нас, что 12 из них было отказано «лейконес ла медина» – въехать или войти в страну. По смыслу, как им было отказано во въезде в страну. «В государство» дословно здесь «медина», «государство» по смыслу «страна» мы можем переводить. «МИПНЕЙШЕ МАТАРАТ АГААТАМ» «Потому что цель – их прибытие». «МАТАРА» – это цель. «АГАА» – это прибытие. «АГААТАМ» – это то же самое, что «ААГАА ШЕЛАЭМ» – их прибытие. «Потому что цель – их прибытие». «НИКБЕА» – «НИКБЕА» – это слово «КОВЕА». «КОВЕА» устанавливает, назначает, определяет. «НИКБЕА» была определена чиновниками этими. Была определена «КЕ» как «ЛОБРУРА». «ЛОБРУРА» – неясная, то есть непонятно, зачем они приехали. «ВЕГИНЕ АХАДАШОТ МИИСРАЭЛЬ» И вот новости из Израиля. «ЯВНЕ» – название города. «КАД АТИК» – «КАД» – это кувшин. «АТИК» – древний, древний кувшин. «ВЕБО» – и в нём. «ЙОТЕРМИ АРБАМЭОТ» – более чем 400. «Посмос, мы приведём более 400». «МАТБЕОТ ЗААВ». «МАТБЕА» – это монета. Во множественном числе исключения, несмотря на то, что это слово мужского рода. «МАТБЕОТ» – «МАТБЕОТ». И «ЗАГАВ» – «ЗОЛОТА». «МАТБЕОТ ЗААВ» – «ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ». «НЕХСАВ» – «БЫЛ ОБНАРУЖЕН». «НЕХСАВ» – «БЫЛ ОБНАРУЖЕН». «МАТБЕОТ» – «ТОЕС КУВШИН» – «БЫЛ ОБНАРУЖЕН». «ХОСЭВ» – «ЭТО РАСКРЫВАЕТ» или «ОБНАРУЖЕН». «НЕХСАВ» – «БЫЛ ОБНАРУЖЕН». «НЕХСАВ» – «БЫЛ ОБНАРУЖЕН». «БАХАФЕРОТ» – «В РАСКОПКАХ». «САМУХ ЛАИР». «САМУХ» – «БЛИЗКО», «РЯДОМ». «РЯДОМ» – «БЛИЗКО К ГОРОДУ». «ТЕЛЕМ». «САКИТ БАМБА». «НЕМЦА БАРХОВ». «САКИТ» – «ЭТО ПАКЕТИК», «КУЛЁК». «БАМБА» – «ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ ЛАКОМСТВА». «Что-то из кукурузной муки сделанное. «НЕМЦА» было обнаружено слово «САКИТ» женского рода. Поэтому здесь «НЕМЦА» была найдена дословно, не обнаружена, а найдена. Давайте почувствуем разницу. «НЕХСАФ» – это был обнаружен, а «НЕМЦА» – это был найден. «ПАКЕТИК БАМБЫ» был найден. «БАРХОВ» на улице. «АЛЬЕДЕЙ МИНИ». И здесь «АЛЬЕДЕЙ» – это «КЕМ БЫЛ НАЙДЕН». «МИНИ» – «БЫЛ НАЙДЕН МИНИ». «ВЭ» – «НЕХЛА». И опять слово «НЕХЛА» относится к слову «САКИТ». «И БЫЛА СЪЕДИНА». Или к слову «БАМБА» может быть. «И БЫЛА СЪЕДИНА АЛЬЕДЕЯ». «БЫЛА СЪЕДИНА ЕЮ». «МИНИ». «И СЪЕЛА ЕГО». Но здесь в пассивной форме мы передаем, потому что высокий стиль. «МИНИ ИГДИРА ЭТМИТИАТА». «МИНИ ОПРЕДЕЛИЛА». «ЛЯ ГДИР» – это «ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ». То есть сформулировать, что это. «МИНИ ОПРЕДЕЛИЛА, НАЗВАЛА СВОЮ НАХОДКУ». «МИТИА» – это «НАХОДКА». «МИТИАТА» дословно – это «ЕЁ НАХОДКА». То же самое, что «АМИТИА ШИЛА». «ЕЁ НАХОДКА». «КЕ МАТМОН ЗААВ». «Слово «МАТМОН» – это «КЛАД». «МАТМОН ЗААВ» – «ЗОЛОТОЙ КЛАД». То есть «МИНИ» – «НАЗВАЛА СВОЮ НАХОДКУ ЗОЛОТЫМ КЛАДОМ». «ЗЕ СОВ АХАДАШОТ» – это «КОНЕЦ НОВОСТЕЙ». «ЛЕ ГИШТАМЕА» – и мы по аналогии со словом «ЛЕ ГИТРАОТ». «ЛЕ ГИТРАОТ» – это «УВИДИТСЯ», а по смыслу «Как УВИДИМСЯ», «ДО СВИДАНИЯ». «ЛЕ ГИШТАМЕА» – это примерно то же самое, но мы подчеркиваем, что следующее наше общение будет на слух. То есть мы не увидимся, а как бы услышимся. Я надеюсь, что это было в меру сложно, полезно и, может быть, даже интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Ле ГИТРАОТ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин.